Добрый день! Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодняшняя тема посвящена ТМС-интеграции с внешними системами. Ведущий вебинара Светлана Бужилова, менеджер по работе с ключевыми клиентами, и Александр Бахитов, эксперт направления транспортной логистики. Наша компания Axelot известна на рынке IT-услуг с 1998 года. Центральный офис у нас расположен в Москве. Также есть представительство в Кирове. В штате логистического направления компании работает более 200 человек. Это архитекторы, консультанты, программисты, разработчики. Такое распределение паролям позволяет нам выполнять одновременно несколько масштабных проектов. Все проектные работы мы выполняем в соответствии с сертификатом менеджмента качества ISO 9001-2015. Основные направления деятельности компании – это, безусловно, автоматизация транспортной и складской логистики. Но помимо этого мы оказываем услуги логистического консалтинга, занимаемся поставкой оборудования в проектах транспортной и складской логистики под ключ. Также у нас есть центр технической поддержки в режиме 24 на 7. Так как клиенты заходят к нам разные, многие из них работают в круглосуточном режиме, им важно иметь возможность обратиться к специалисту в любое удобное для них время. Для реализации проектов под ключ мы выбрали несколько компаний и партнеров. Фирма 1С, так как наши программные продукты реализованы на платформе 1С. В группу компаний Axelot входит компания Gradum и Daterion. Компания Gradum специализируется на проектах по стандартным программным решениям 1С, таких как управление производственным предприятием, ERP, бухгалтерия, зарплата и другие. Компания Daterion является разработчиком сервисной шины данных Daterion ESB, которую мы используем практически во всех наших проектах для обеспечения бесшорной интеграции между системами. Для маркировки и идентификации товаров в проектах складской логистики оборудование поставляет компания Zebra. Эта компания давно зарекомендовала себя на рынке и поставляет качественное оборудование для наших клиентов. Оборудование для Wi-Fi поставляет компания Xtreme и в проектах транспортной логистики, картографическим сервисом обеспечивает нас компания CityGib. На данном слайде представлены клиенты нашей компании. На самом деле здесь уносилась лишь их малая часть. За нашими плечами реализовано уже более 500 проектов. Проекты есть практически во всех существующих отраслях. Компания Axelot является разработчиком логистической платформы X, на которой разработаны последние поколения систем управления складом Axelot WMS X5 и систем управления транспортом и перевозками Axelot WMS X4. Платформа Axelot WMS X5 обеспечивает реализацию таких механизмов, как единая событийная модель, единый пользовательский интерфейс и единые бизнес-процессы складской транспортной логистики. Наши специалисты постоянно анализируют рынок систем класса WMS и пришли к выводу, что на данный момент действительно представлено большое разнообразие систем класса WMS, но все они покрывают лишь одну-две задачи транспортного подразделения компании. Поэтому нами было разработано первое на российском рынке комплексное решение Axelot WMS X4, которое включает в себя управление перевозками, управление собственным транспортом, спутниковый мониторинг, андроид-клиент для водителей и различные виды аналитической отчетности. Также у нас есть еще несколько преимуществ. Компания Axelot является стабильной и финансово устойчивой компанией, так как мы развиваемся и растем с каждым годом, ежегодный рост составляет порядка 20%. На протяжении нескольких лет мы занимаем лидирующие позиции на российском рынке логистических решений. Более 100 проектов реализуем в год. Наш опыт, отраслевая экспертиза позволяет нам реализовывать такое количество проектов в год. Оказываем нашим клиентам круглосуточную поддержку. И также мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуем наши программные продукты, следуя технологическим инновациям. О компании у меня все. Сейчас передам слово своему коллеге Александру, который расскажет подробнее об интеграции ТМС с внешними системами. Коллеги, добрый день. Перейдем к нашей более практической части вебинара. Более подробно расскажу о возможностях интеграции данных ТМС-системы с внешними системами. Первое, с чего хотел начать, это интеграция с системами класса ERP. Расскажу об основных точках соприкосновения и основных модулях, которые нам предоставляют у или иную функциональность. Во-первых, документы системы ERP позволяют для ТМС учитывать входящую логистику и исходящую логистику, что в дальнейшем нам позволяет, во-первых, отслеживать местоположение груза. Данные мы можем получать как от телеметрических систем, так и от данных от мобильного клиента. Ну и также данные, которые предоставят уже непосредственно системе сам логист. По части взаимодействия с ERP-системой, Axelot TMS-X4 имеет достаточно большой список статусов у заявок, что позволяет, во-первых, контролировать на каждом этапе перевозки все наши потребности в услуге перевозки, а также информировать всех сотрудников, которые отвечают за тот или иной процесс. Также в системе, конечно, реализован финансовый учет. Данные передаются из ТМС-системы, начиная от доходности по заявкам, если стоимость, например, в стоимость продукции перевозка грузов не включена, либо предоставляются отдельные услуги по перевозке, то уже на момент формирования заявки на перевозку груза возможно в систему ERP передавать внутренние расчеты ТМС по стоимости перевозимого товара. Помимо этого мы, конечно, учитываем и расходы. Расходы мы уже передаем в различных разрезах, как начиная от прямых расходов, заканчивая от расходов в будущих периодах. Что позволяет система ТМС? Система ТМС позволяет правильно распределять все наши расходы с учетом пройденного километража, который мы получили, опять же, от различных источников, с учетом перевозимого товара и прочих параметров расчета, которые могут быть использованы. Помимо этого мы распределяем наши расходы не только на рейсы, но и также умеем считать наши расходы в разрезе транспортных средств, также их передавать в ERP-систему, выполнять расчеты по, например, отдельной заработной плате водителя и передавать уже все эти данные, соответствующие документы системы корпоративной. Ну и, конечно, претензионная работа также учитывается в системе ТМС. Претензионная работа может нести в себе как доходную составляющую, если это у нас, например, расходящие какие-то претензии, и также, возможно, ввести учет наших расходов по части входящей претензии, ввести дополнительные расследования, штрафы и так далее. Уже более подробно хотел как раз остановиться на документах, которые выполняются у нас в системе, которые фиксируются на стороне ERP. Первым этапом является процесс формирования потребностей. На стороне ERP могут быть различные документы, вплоть до заказ клиента, различные распоряжения, либо это спецификации от поставщика, или какие-то внутренние перемещения, также возможно интегрировать к нам в систему ТМС. На основании этих данных в системе формируется заявка на перевозку груза, где, во-первых, конечно, учитывается информация по отправителю-получателю, куда ведем, по какой цепи ведем, есть ли у нас в данной перевозке какие-то мультимодальные цепочки. Все это отображено в заявке на перевозку груза. Помимо этого, фиксируется информация о самих грузах, о грузовых местах, о номенклатурных всех позиций, то есть о товарном составе. Учитываются различные дополнительные работы, которые могут быть зафиксированы по заявке, и также дополнительно их тарифицировать. Тем самым мы производим первоначальный расход наших плановых доходов на основании всех полученных данных от системы ERP. И в дальнейшем возможны передачи этих данных обратно в корпоративную систему для отображения, например, на клиентском портале, где клиент уже может видеть расчетную плановую стоимость перевозки того или иного груза. Помимо этого, в TMS-системе уже следующим шагом формируются маршруты, передается информация из TMS по порядку объезда точек, по транспорту, используемому для такой перевозки, по перевозчику, который предоставляет транспортное средство водителю, и также, конечно, расчет уже наших плановых расходов. Те же самые плановые расходы могут рассчитываться, например, как издельная заработная плата водителя по факту плановых данных по рейсу. Также возможно рассчитывать и учеты топлива в рамках выписки путевых листов и также передавать всю данную информацию для учета в корпоративную систему. При работе с тем или иным документом, при получении определенного статуса, например, в системе можно формировать оповещение как для менеджера, так и для других сотрудников. Помимо этого, после того, как наш маршрут сформирован, мы фиксируем уже исполнение каждой точки. Исполняем точку, например, по погрузке на складе. В этом случае все данные по отгруженному товару нам поступают, например, в систему ERP, передаются в TMS-систему, и TMS-систему уже понимает, что конкретно было положено в транспортное средство, как было непосредственно скомплектовано, какие грузовые места имеются, ли штрихказа и маркировки, которые также необходимо будет учитывать при разгрузочных работах. Опять же, когда мы приезжаем к клиенту, возникают различные ситуации, когда какой-то товар может быть не принят по той или иной причине, либо мы не успели доехать к клиенту, либо еще какая-то любая другая жизненная причина, все отраженное в TMS, возможно, уже сразу передавать и в ERP-систему. Тем самым, во-первых, информируя ответственного менеджера, дополнительно передавая информацию на склад о тех же самих, при этом плановых приемках, чтобы уже склад был уведомлен, что какой-то товар вернется по той или иной причине обратно на склад. Ну и, конечно, на основании выполненных работ в системе мы фиксируем различные расходы, это могут быть как и расходы непосредственно по самому рейсу, так и расходы, загруженные из ERP-системы, там зарплаты тех же водителей уже, ну, ставки их загружены, переданы, также различные аренды гаражей, стоимости, там, моек и так далее, все это возможно фиксировать на стороне TMS. По части ремонтных работ уже, конечно, документом-инфатором будет выступать документ из системы TMS и передаваться в ERP-систему для внутреннего учета. Ну, и, как я говорил, та же самая претензионная работа может быть получена как из ERP-системы, так и из системы TMS, что нам позволяет иметь уже гибкость по решению тех или иных вопросов в рамках претензий. Первая, наверное, основная тема, которую я хотел бы осветить в нашем вебинаре, это влияние регулятора на процессы TMS. Первая, это система ЕГАИС, честный знак и Меркурий. Как они на текущий момент у нас работают? Ну, это, во-первых, достаточно большие системы, в которых содержится информация о продукции. В зависимости от того или иного типа продукции данные попадают в нужную систему. Например, в ЕГАИС учитывается алкогольная продукция, которая производится на территории России, либо там возится из других стран. В базе содержится вся информация о производителе, о движении товара, какая была поставка и, конечно, учет маркировки. Здесь, ну, на примере, например, с честным знаком производится цифровая маркировка и прослеживаемость товара. Какие основные категории товара сюда попадают? Это легкая промышленность, спортсмеры и косметика, табачные, лекарственные препараты. Ну, на заводе производители наносят Data Matrix, это такой цифровой паспорт товара, который может быть уже передан первоначально в систему ERP. И далее совместно с документом-инициатором формируется заявка на перевозку груза, где уже отображены все эти необходимые данные. Далее, как, ну, например, показано на нашей схеме, на слайде производитель, импортер передает всю информацию в логистику, тем самым мы покрываем уже стороной ТМС потребности по учету маркированного товара, передаем информацию в магазин, уже перевозим, точнее, груз в магазин, а конечный продавец товара передает данные о полученных там от поставщика товаров и проданных через операторов там фискальных данных при помощи аналога и оказывается уже в систему, например, честный знак. По аналогии учитывается и движение груза по системе Меркурий, здесь уже учитываются ветеринарные свидетельства, передается информация на склад. На складе мы фиксируем отпуск того или иного товара, далее уже, опять же, система ТМС непосредственно передает информацию по разгрузочным работам, что у нас произошло в точках клиентов, какой товар у нас был оттружен, какой товар был возвращен на склад. Как я и говорил, также еще одним регулятором является уже онлайн-касса. Согласно федеральному закону 54 об онлайн-кассах необходимо производить выписку чеков в точках, если у нас осуществляется розничная продажа, например, в рейсе. Как это реализовано в системе? Во-первых, система получает всю информацию о товарах, о стоимости товара, формируется рейс и далее выдается по рейсу водителю КАТСА. В мобильном клиенте водитель исполняет наши точки, указывает отгрузку того или иного товара, и мобильный клиент может автоматически сам посчитать, сколько необходимо получить денег от клиента и уже пробить, конечно, чек. С какими системами может интегрироваться TMS X4? Это кассы Atoll и кассы iBox. Сейчас я покажу непосредственно уже на примере в базе, как это все у нас реализуется. Вот, например, в данном случае у нас была сформирована заявка на перевозку груза, где по грузовому месту у нас зафиксированы пиво, переводимое нашими транспортными средствами. Таким образом, фиксируется информация по товарному составу, далее формируется у нас уже рейс, и по рейсу начинается выполнение на мобильном клиенте. Сейчас буквально секунду я как раз подключу мобильный клиент и покажу, как это реализовано в мобильном приложении. Итак, водитель авторизуется в нашем мобильном приложении, видя список рейсов, которые он выполняет, и список рейсов, которые уже были выполнены. При переходе уже в электронную версию маршрутного листа водитель видит всю информацию по маршруту. Во-первых, по каким точкам он должен проехать, какой последовательности, кто является клиентом. В данном случае у нас уже несколько точек погрузки были пройдены. Тут мы сразу перейдем уже в самый интересный момент, это когда мы выполняем разгрузку у клиента. Водитель фиксирует прибытие, тем самым информируя, что он прибыл в точку клиента. Далее в системе фиксируется данная информация. На стороне TMS мы уже видим, что водитель прибыл, и у нас производится отчет, сколько мы находимся в точке до начала выполнения работы. Например, водитель там стоит либо в очереди, либо ждет клиента покупателя. При выполнении работы мы уже видим, какие работы необходимо выполнить в точке. Это работы по разгрузке товара и по получению денежных средств. При разгрузке товара мы можем увидеть, во-первых, какой товар мы разгружаем, в каком количестве. По необходимости мы можем отдельно выполнять разгрузку по каждой номенклатурной позиции, фиксируя количество разгружаемого товара. И в случае необходимости устанавливаем различные проблемы по непринятому товару, тем самым фиксируя, что у нас произошло. Далее на стороне TMS по внутренним механизмам определяется дальнейшая работа с заявкой. Может быть, либо грузы возвращены обратно в планирование и ожидать следующего комплектования в другой рейс, например, на следующий день, либо отменять данные работы и считать данную заявку выполненную частично, либо полностью отмененной. Когда у нас разгружен груз, система автоматически уже по команде «Оплатить» рассчитывает, что мы выполнили на какую сумму, в каком количестве и предлагает нам перейти к оплате чека. К сожалению, работа самой онлайн-кассе показать не смогу, но как это работает на мобильном клиенте путем демонстрации через экран. Мы фиксируем формацию, сколько нам необходимо получить денежных средств на оплату, фиксируем, какую стоимость мы получили от клиента, и далее нам в мобильном приложении уже рассчитывают, какая сдача, какая сумма получена наличными денежными средствами или электронными. Тут хотел остановиться более подробно о возможности интеграции с онлайн-кассами и в чем различие между Атолом и iBox. Например, Атол имеет возможность выполнять операции по оплате с наличными денежными средствами, также учитывать электронные переводы и также фиксировать даже авансы. В случае, если мы работаем, например, с постоянными покупательными юрлицами и на счет устанавливать дополнительно денежные средства, опять же, в виде аванса на следующее приобретение. По системе мы формируем электронные чеки и, опять же, можем уже передавать в корпоративную систему. Если говорить о iBox, то здесь также предусмотрена возможность как и оплаты наличными денежными средствами, также оплату безналичными с помощью банковских карт и оплату уже через карт-видер. При фиксации оплаты нам карциевый аппарат уже печатает чек, где отображена информация по клиенту, по клиенту, точнее, по номенклатурным позициям. Система поддерживает все актуальные форматы фискальных данных. Также при необходимости, при выполнении работы в точке водитель всегда может отменить, что также будет отражено, и зафиксировано в системе. Что у нас получается по нашему рейсу? При выполнении нашего рейса фиксируется информация... У нас получается фиксировать информация по рейсу. Все рейсы, выполняемые на мобильном клиенте, подсвечиваются зеленые пиктограммки с андроидом. Далее мы всегда можем посмотреть, какие же работы у нас выполняли, что у нас было произведено. Во-первых, фиксируется прохождение точки. Здесь фиксируется информация, во сколько мы приехали, во сколько мы начали выполнять работы. Далее, после того, как мы отразим мобильному клиенту убытие в точке, нам потянется и данная информация, и отображается информация, уже какие деньги мы получили. В каком размере. И, конечно, фиксируем это все в виде чека. Данный чек также может быть передан из TMS-системы в систему ERP. Передана в разрезе и рейса, и клиента, и также с точностью до разгруженных номенклатурных позиций, какую стоимость денег мы взяли с клиента. Ну и при команде угол, точка считается пройденной, и водитель имеет возможность переключаться на следующие точки. Также в функционале мобильного клиента возможно не только выполнять последовательные точки, но еще и контролировать само изменение порядка следования. В случае необходимости система также может оповещать о каких-то нестандартных ситуациях. Например, если водитель слишком долго находится в точке клиента, либо непредвиденная какая-то остановка по пути маршрута. Данные от мобильного клиента передаются на сторону TMS-системы, и, конечно, TMS-система уже путем интеграции данных, например, через шины Дотерион, передает всю информацию в корпоративную систему, там, в самой ERP. Следующий блок, который также хотел осветить по части интеграции, это интеграция с процессинговыми центрами. Что нам дает данный функционал? Во-первых, это актуализация данных по расходу. В связи с тем, что используют водители топливные карты, списываются топливо по данной карте, но по итогу из течения месяца различные топливные компании могут предоставлять скидки в зависимости от объема топлива, заправленного по топливной карте. В связи с этим нам необходимо будет, конечно, контролировать данные расходы и их учитывать в системе TMS. Тем самым при загрузке данных мы контролируем, мы, точнее, актуализируем данные по системе TMS по стоимостям. Дополнительно имеем возможность и анализировать наши загруженные данные. Во-первых, это сопоставить по путевым листам и данные от топливных компаний. Сейчас покажу даже отдельный отчет, реализован специально, чтобы посмотреть, все ли правильно отображено в системе, правильно ли закрыты путевые листы, и корректно ли указано количество заправленного топлива. Таким образом, при загрузке данных топливные компании предоставляют данные в личном кабинете в виде различных Excel-файлов. Например, в данном случае это ROGNET. В таком виде предоставляются данные, данные загружаются к нам в систему. При загрузке данных тут уже используются внутренние механизмы по определению, что у нас за топливная карта, кто является владельцем. Также система автоматически определяет, по какому рейсу у нас выполнены данные заправки и в рамках какого путевого листа. Таким образом, мы имеем возможность как раз-таки по отчете уже сверить все наши данные. Сейчас подтянется отчет. В данном случае мы видим, что у нас в рамках путевого листа были загружены, отражены данные по заправке. И также мы имеем возможность уже сравнить наши данные, отображенные в системе, и также данные, которые мы загрузили от топливных компаний. Например, в данном случае мы видим, что у нас по некоторым топливным картам снизилась стоимость бензина. Там предоставлена, например, была скидка. Таким образом, данные корректируются в системе по стоимости и дополнительно ведется контроль по отображенному заправкам в рамках путевого листа. По необходимости, когда количество топлива возможно скорректировать у транспортного средства, чтобы были всегда актуальные данные. Интеграция производится с такими процессинговыми центром, как Газпромнефть, Лукойл, Роснефть. Дополнительно возможно, конечно, реализовывать и с другими топливными компаниями интеграцию уже по мере необходимости. Помимо этого, в системе важно понимать, для АТМС-системы важно понимать и время труда и отдыха водителя, так как возможно загружать данные от топографа, контролировать непосредственно выполнение водителя листа и, конечно, рассчитывать плановое передвижение водителя уже все-таки более приближено к реальности. Когда мы говорим о дальних перевозках, то важно понимать, что водитель не будет ехать несколько дней без перерыва. Необходимо рассчитать, когда он будет отдыхать. Необходимо учитывать различные специальные перерывы и перерывы на обед, так как, опять же, все передвижения водителям контролируются через работу топографа. В системе мы предусмотрели отдельные... Отдельный функционал по учету труда и отдыха водителя. В этом случае в помощи специальных настроек фиксируется продолжительность рабочих смен водителя. Сейчас открою как раз. Вот, продолжительность рабочего дня водителя, количество рабочих часов в неделю. Система также учитывает перерывы, которые должен выполнять водитель обязательный. В каком количестве, какая продолжительность. И также, конечно, специальные перерывы рассчитываются в системе при формировании маршрута. Как это уже непосредственно выглядит на деле. У нас есть определенные заказы, которые нам необходимо перевести из точки А в точку Б. При планировании рейсов система компонует данные заказы по транспортным средствам. С учетом минимизации, конечно, объезда, максимизации загрузки в транспортные средства. И рассчитывает расстояние и время выполнения пути. Тут мы как раз сможем посмотреть, сколько водитель находится в пути, сколько времени он тратит на перерывы обеда и по факту, во сколько мы приедем к нашему клиенту. Для этого у нас предназначено отдельное окно по редактированию маршрутов. Здесь мы уже видим, что для доставки на первую точку водитель тратят 14 часов хода и дополнительно еще используются перерывы и отдых с учетом заданных параметров. Мы уже понимаем, что клиенту мы приезжаем не день в день, а все-таки на следующий день с учетом работы водителя. Такое планирование нам позволяет уже более эффективно планировать наши доставки, понимать попадание во временные окна и также контролировать отгрузку товара со склада с учетом передвижения водителя, с учетом отдыха и других перерывов. Одной также из особенностей интеграции данных из ТМС-системы возможностей интегрироваться с такими сервисами, как Packer 3D и Trackloader. Какие у нас основные задачи решаются при планировании и использовании данных сервисов? Конечно, первоначально планирование ведется на стороне ТМС. Система сама определяет, какие товары могут быть погружены в транспортное средство с различными ограничениями, с различной последовательностью отгрузки и так далее. Вся эта информация формируется на стороне ТМС и передается в сервисы по комплектации уже грузов в кузове транспорта. Тут не только информация по, конечно, маршруту передается из ТМС-системы, также входными данными является информация по транспорту, какие транспортные средства были задействованы, какие модели, какие габариты транспорта. Конечно, передаем информацию по габаритам уже непосредственно на грузовых мест для дальнейшей комплектации. Тем самым мы имеем возможность, во-первых, контролировать перегруз транспортного средства и, конечно, нагрузки на ось. При использовании дополнительного сервиса по комплектации грузов в кузове мы имеем возможность и сократить время расчета карты погрузки до 1-2, где-то до 10 минут. Ну и также, конечно, увеличить объем перевозимого груза с учетом правильной расстановки наших грузовых мест в кузове транспорта. Уменьшаем время погрузки, тем самым успеваем выполнить намного больше точек. Ну и исключение ошибок по грузке и уменьшение влияния человеческого фактора, что также немаловажно при расчете нагрузок и, в принципе, всей комплектации товаров. Возможно учитывать различные типы груза, будь это короба, будь это цилиндрические товары, грузы, будь это нестандартные какие-то формы, то в этом случае система уже нам все правильно рассчитает и выполнит правильную расстановку. Помимо этого, в системе возможно будет контролировать и правила погрузки, также, ну как я и говорил, да, нагрузки на ось и предусмотрена возможность загрузки даже груза непосредственно в транспортное средство. Также одной из особенностей интеграции с данными, это данные по картографическому сервису. Первоначально, наверное, это одна из первых интеграций в рамках процесса планирования. Это картография. При использовании картографических сервисов мы имеем возможность, во-первых, конечно, определять геопозицию точки, тем самым передавая информацию из ТМС системы, по карточке адреса мы передаем информацию уже в вук-картографический сервис. В вук-картографическом сервисе производится определение данного адреса, распознавание его и передача обратно данных по координатам. По системе возможно по заданным координатам определять и в какую зону попадает данная точка, тем самым определяя по каждому нашему заказу зону как погрузки, так и разгрузки. Такие параметры нам для чего, во-первых, необходимы. Во-первых, это разграничение заявок по зону. Второе, это разграничение по расчету стоимости как и наших доходов, так и расходов в частности. Следующим шагом интеграции с картографическим сервисом это получение самой карты, чтобы видно было, где находится точка. Здесь очень важна и прорисовка улиц, и прорисовка домов. В этом случае на данный момент мы интегрируемся с рядовыми картографическими сервисами. Это сервисы CityGit, Яндекс, также OpenStreet, Google Maps, ну и наши развернутые карты на базе OpenStreet Map, Axelot Maps. Выделяя базовые сервисы, наверное, я хотел отметить здесь бесплатный картографический сервис OpenStreet Map и также бесплатный сервис для наших клиентов Axelot Maps и платный сервис Google Maps. Картографические сервисы с повышенной эффективностью сервиса, это, конечно, CityGit, имеющий не только статистику по пробкам в разрезе дней недели. Также имеет возможность учитывать пропуска во въезды зоны Москвы, такие как МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо. Таким образом, при планировании рейсов система будет строить маршрут для крупно-тоннажного транспорта не с учетом проезда через всю Москву по центру, а непосредственно в зависимости от тоннажности транспорта, есть ли пропуск во въезд в ту или иную зону. И уже формировать маршруты до конечного клиента с учетом данных ограничений. Помимо этого, картографический сервис CityGit предоставляет возможность и дополнительно вручную отрисовывать зоны, выполняющие запрет проезда транспорта и, конечно же, фиксировать новые пропуска на въезд в данные зоны. И картографический сервис Яндекс имеет возможность, во-первых, очень качественно геркодировать и также предоставлять информацию по укропу, что также влияет на работу картографического сервиса. Сейчас посмотрим ваши вопросы и ответим на них. Возможно ли получение задания на касацию определенной суммы из маршрутника? Смотрите, как у нас в данном случае строится процесс во-первых, информацию об инкассации, но зачастую мы получаем на момент уже формирования потребностей, полученной из корпоративной системы. На уровне того же самого заказа клиента обычно уже определяется, необходимо ли выполнять работу по забору денежных средств, выполнение розничной продажи в точке и фиксировать уже на уровне заявки работы по инкассации. Сейчас покажу, как это у нас фиксируется в системе таким образом. У нас формируется два груза. Первый груз это с номенклатурными позициями, где отображены количество, стоимость каждой номенклатуры и также формируется отдельное грузовое место по забору инкассации. Тем самым в мобильном клиенте у водителя формируются не только по грузу разгрузочные работы, но и также работы по выемке и передаче ценностей. Деньги мы получаем от клиента, если это наличные денежные средства, то обязательно в системе формируется дополнительная точка по возврату денежных средств в кассу предприятия. Для каких целей система более подходит LTR или LTR? Система, она в принципе сама по себе гибкая и позволяет использоваться как различными, во-первых, отраслевыми компаниями, перевозчиками, так и дистрибьюторами и прочими. Ну и также возможность планирования тут, опять же, при полной погрузке, либо там те же и сборные грузы возможно планировать в системе. Возможно планирование как полных поставок, когда у нас FTL, да, перевозки, ну и либо точно так же по LTR. По каким параметрам привязываются данные топливных компаний к рейсам и путевым листам? И есть ли интеграция системы Платон и платных дорог? По каким параметрам привязываются данные топливных компаний к рейсам и путевым листам? По файлике, полученному от топливных компаний, во-первых, есть информация по топливной самой карте и по времени выполнения такой заправки. При загрузке данных система уже оценивает, что за топливная карта и также находит путевой лист в рамках данной заправки. Ну, по времени сравнивает и подтягивает туда данные. В дальнейшем уже там в различных регистрах корректируются данные по стоимости и, возможно, корректировать данные по количеству текущего топлива в транспортном средстве. Есть ли интеграция системы Платон и платных дорог? Да, возможно, также загружать расходы, полученные от системы Платон. Загружаем их в виде прочих расходов. Таким образом, система также фиксирует по номеру транспортного средства, по установленному устройству бортовому, данные находят выполняемые рейсы и формируют уже прочие расходы, которые в дальнейшем распределяются по всем грузам, которые были перевезены в рамках данного рейса. Настроить можно различные распределения расходов, например, согласно параметру по массе, допустим, либо по пройденному расстоянию система рассчитывает по каждому заказу и дополнительно можно и рассчитывать вплоть до товарного состава. Режим труда и отдыха отрабатывается на ресурсе водителей или на направлении? Режим труда и отдыха отрабатывается на водителе. Тем самым выполняет расчет, сколько водитель должен проехать по данному рейсу, сколько часов проработал водитель в сутки и сколько работает в неделю. Тем самым, там те же самые дальние рейсы, протяженность которых более недели, система уже рассчитывает фактически более реальные данные по пройденному расстоянию и по, конечно, затраченному времени. По контролю документов в системе возможно, конечно, учитывать и всю товарно-супроводительную документацию по выполненным работам. Тут возможно использование нескольких сценариев. Во-первых, это учет передачи документов, либо получение от участника таких документов. В мобильном клиенте также возможно выводить информацию, какие документы в каком количестве необходимо будет передать, в каком количестве необходимо будет забрать. Дополнительно реализован учет уже тех же самых накладных и прочих проведительных документов после исполнения рейса. Системе возможно их учитывать. Система контролирует возврат таких документов, запрещает завершать данные рейсы. И помимо этого в системе даже на данный момент реализована возможность использования сканера штрих-кодов для учета возвратной документации. Система фиксирует экземпляры на стороне ТМС, либо можно эти экземпляры также передавать из ERP-системы, если документация печатается на стороне корпоративной системы. И учитывается уже возврат таких документов при помощи трех-кодирования, ну, сканирования, вернее, трех-кодов. Следующий вопрос. Предусмотрена какая-то связь водитель-менеджер в системе с фиксацией звонка, содержанием, схемой и так далее? Смотрите, тут по части взаимосвязи водителя и менеджера, как понимаем, менеджер – это менеджер по логистике. Здесь, да, конечно, идет полная связь, причем с уходом от звонков между водителями. В мобильном клиенте предусмотрено отдельное окно, во-первых, для связи с диспетчером, менеджером по логистике, либо с логистом и так далее. Где водитель отображает информацию по произошедшим событиям. Дополнительно, на основании выполненных работ в мобильном клиенте система по настроенным событий на модели может оповещать не только менеджера по логистике, но и также менеджера по продаже. Опять же, мы здесь исключаем прямую связь между водителем и логистом и передаем информацию, зафиксированную на уровне мобильного клиента. Владимир, по документообороту, по контролю, вопрос. Не полностью ответили? Только что отвечали. Возможно ли определение пробега автомобиля в рейсе по данным трекеров, а не по данным одометра? Если это реализация в штабной конфигурации ТМС или требуются доработки? Да, тут система ТМС имеет возможность интегрироваться с различными телеметрическими системами. Это автограф, скаут, это Омником, да, Виалон, конечно. С этими данными мы имеем возможность интегрироваться, загружаем данные не только трекеров, но и датчиков. Тут возможно предусмотреть различные данные и датчики открытия дверей, слива, заправки топлива, анализировать точнее информацию по датчикам и уже выводить различные уведомления в системе. Ну и, конечно, данные трекеров также учитываются в системе. Возможно даже рисовать передвижение водителя в системе на карте, как он двигался, как он выполнял точки, анализировать информацию по местоположению транспорта. Тут возможно получать данные от трекеров как телеметрической системы, так и от мобильного клиента. Плюс от мобильного клиента возможно контролировать местоположение водителя и выполнение работы. Например, когда водитель до точки еще не доехал, а указывает в мобильном приложении, что я прибыл в точку. Таким образом, система может дополнительно контролировать местоположение водителя и запрещать в случае необходимости отображения прибытия в точку. И да, все эти возможности, они уже предусмотрены в типовой версии конфигурации. Есть возможность загружать и быстро выводить в мобильное приложение информацию по точке сдачи, график работы, имя приемщика. В мобильном приложении уже, конечно, отображается информация по времени работы в точке, также дополнительная информация по контактным лицам в точке, водитель без связи с логистом и менеджером сразу из мобильного клиента может осуществить звонок к контактному лицу покупателя, либо приемнику груза. И да, в мобильном клиенте эта вся информация есть. Ну и загружается моментально, причем передача информации производится буквально в считанные секунды. Ну и, конечно, в зависимости от связи с интернетом. Но данные, переданные из ДМС-системы в мобильном приложении, уже также отображены. И при выключенном интернете, если водитель попадает вне зоны доступа в сети, то он не остается без электронной версии маршрутного листа и даже может выполнять погрузоразгрузочные работы, отображать в мобильном клиенте данные поступят в систему, как только водитель снова окажется в зоне действия сети. Коллеги, еще вопросы? И, конечно, отображены временные окна, когда водитель должен приехать в точку, чтобы не опоздать на последующие разгрузки. Есть стандартизированные отчеты? Да, в системе, конечно, предусмотрены различные стандартные отчеты. Отчеты, они могут быть... Сейчас даже покажу. Все отчеты в системе разбиты по блочкам. Во-первых, отчеты по... Одни из главных, наверное, отчетов – это финансовые отчеты. Учитываем и маржинальность по заявкам, учитываем различные расходы по рейсам. В различных статьях бьется здесь уже до той детализации, которая требуется, насколько необходима прозрачность ведения учета как и доходов, так и расходов. Ну и, конечно, помимо этого, есть и отчеты по исполнению рейса. Здесь достаточно интересный отчет, например, планфактный анализ маршрута, когда мы можем видеть, во сколько водитель прибыл в точку, во сколько водитель убыл из точки, и есть ли какие-то нарушения и так далее. Как я говорил, различные отчеты по учету топлива, по учету движения запчастей, агрегатов, по выработке агрегатов и транспортных средств, какие расходы, в принципе, у нас накоплены на транспортных средств и так далее. В сети есть отчеты в ТМС-системе уже в базовой комплектации и всегда возможно либо видоизменять данные отчеты в пользовательском режиме, либо доработать отчеты под собственные нужные, под требуемые форматы. Предусмотрен ли функционал для кроссдокинговой доставки и перегрузки? Да, конечно, в системе возможно учитывать мультимодальные перевозки, даже предусмотрено автоматическое определение цепи поставки в системе. Система сама определяет, либо сама определяет, либо дает подсказку сотруднику, логисту при обработке заявок, какая схема о данной заявке подходит, какая схема мультимодальная. Сейчас даже покажу, как это реализовано у нас в системе. Вот, например, в данном случае у нас по заявке перевозка осуществляется из Варшавы до Москвы. В этом случае система предлагает, во-первых, первоначальный вариант, когда мы груз везем через Литву, а дальше уже довозим до Москвы. Тут возможно добавление различных, как и таможенных пунктов, кроссдоков, либо СВХ, тех же самых. Здесь на основании заведенных данных по заявке система сама определила схему мультимодальной перевозки. Но мы пошли чуть дальше и реализовали дополнительное окно по редактированию этапов перевозки, позволяющие разделять каждый груз на свою мультимодальную схему. Дополнительно добавлять различные точки уже в процессе исполнения рейса, когда у нас там опять же какие-то пошли изменения по передвижению груза. И система определяет количество заданий. Каждое задание – это отдельный плечо маршрута, который в себе будет дальше накапливать информацию по выполненным рейсам и по сфиксированным расходам на транспортировку груза. Тем самым по каждому плечу маршрута в дальнейшем мы имеем возможность собрать все расходы по одной заявке и в разрезе каждого плеча. Помимо этого в системе реализован дополнительный учет по местоположению груза уже на складе того же самого кроссдока. Здесь совсем такой, можно сказать, урезанный складской функционал, так как все-таки складской функционал должен оставаться в складской системе. Но в системе ТМС возможно учитывать, на каком складе лежит данный груз, с точностью в какой ячейке, на какой полке. Это также реализовано на стороне ТМС при работе с мультимодальными перевозками. Реализованы ли как вопросы перекаты с прицепов тягач, есть ли возможность учитывать в рабочем времени данные перекаты? Смотрите, во-первых, в системе возможно учитывать все наши транспортные средства в разрезе как тягачей, так и прицепов и дополнительно. В системе возможно также учитывать связки тягачей, прицепов и при планировании маршрутов уже учитывать грузоподъемность прицепа, установленного на транспортное средство. Помимо этого фиксировать данную информацию в путевых листах и рассчитывать нагрузку на транспортное средство. Каким образом реализованы паромные переправы? Да, по части паромных переправ на данный момент функционалов типовой версии пока не предусмотрено. Но опять же при дополнительных настройках в системе возможно будет настроить учет проезда именно через переправу, но в таком достаточно простой реализации. Предусмотрены ли контейнерные перевозки сборного груза от разных клиентов? Да, в системе предусмотрены контейнерные перевозки, возможно даже учет как отдельной сущности. Например, если у нас груз сборный везется из точки, далее данный, например, собирается первоначально на одном складе с различных точек отправления, дополнительно данный груз весь формируется уже в отдельный контейнер. Далее данный контейнер может быть доставлен через мультимодальную схему с учетом смены типа транспорта с авто на водные и так далее, ЖД-перевозки. И далее уже учитывать разгвоз груза уже вплоть до двери клиента. В системе реализовано у нас и отдельное рабочее место по контейнерным перевозкам, где формируется как раз таки сам контейнер, либо как отдельная, например, сущность, которая может быть уже установлена на транспортном средстве, либо, возможно, использовать функционал чуть проще, в зависимости от того, насколько вы хотите детально ввести данный процесс. можно учитывать просто передвижение контейнера как непосредственно его транспортного средства. Так, спасибо. Все, вопросов, я так понимаю, нет. Тогда всего доброго. Ага, нет, еще не прощаемся. Таможенное декларирование в программе пока не реализовали? Нет, еще пока не реализовали. Коллеги, давайте тогда, если еще будут вопросы, то пишите по нашим контактам нашему менеджеру Бужилове Светлане и Бахитову Александру. Мы тогда с вами прощаемся. Спасибо вам за участие. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания.